Альфред Грибер. Авторский курс грамматика практического иврита. Урок номер 35. Сравнительная степень качественных прилагательных. Урок ведёт Альфред Грибер. Качественные прилагательные имеют положительную степень и две степени сравнения. Сравнительную и превосходную. Положительная степень, исходная или начальная форма прилагательного, показывает, что данный признак предмета не сравнивается с аналогичным признаком в другом предмете. Разные объекты уподобляются друг другу по степени интенсивности присущего им свойства. При этом используются служебные слова «кмо» со значениями «как» вроде «подобно» или «кэ» со значениями «как» подобно приблизительно «около». Например, «хахам кмошломо» – мудрый, как Соломон. Прилагательные в сравнительной степени обозначают, что свойственный данному предмету признак проявляется в большей или меньшей мере, по сравнению с такими же признаками других предметов, либо в сравнении с качествами, которыми этот предмет обладал ранее или будет обладать в дальнейшем. Сравнительная степень выражается аналитически с помощью наречия «йотер» со значениями «больше», «более» и или предлога «ми», «ме» со значениями «чем», нежели «более чем». Слово «йотер» присоединяется к положительной степени прилагательного и может находиться как перед прилагательным, так и после него. Например, «йотер гадоль» – больше «йотер гадоль», «яфа йотер» – красивее «яфа йотер». Если мы хотим указать на то, с кем или с чем идет сравнение, то можно добавить предлог «ми», «ме», «мэ». Например, «йотер гадоль», «мэйт ахер» – больше, чем другой дом. «Йотер гадоль», «мэйт ахер» – красивее, чем другая женщина. «Яфа йотер», «яфа йотер», «мэйша ахерет». В таких сочетаниях слово «йотер» можно опускать. Например, «гадоль», «мэйт ахер» – больше, чем другой дом. «Гадоль», «мэйт ахер» – красивее, чем другая женщина. «Яфа», «мэйша ахерет». В качестве компенсации за потерю слова «йотер» в такие сочетания можно добавить следующие уточняющие слова. «Бэгарбэ» со значением «намного», которое образовано от слова «гарбэ» со значением «много». «Арбэ» – «бэгарбэ». «Бимат» со значениями «немного», «немножко», «чуточку», которое образовано от слова «мэат» со значениями «немного», «мало», «малочисленный». «Мэат» – «бимат». Оба эти слова образованы с помощью предлога «бэ», который в данных случаях служит для образования наречий. Вот примеры с данными словами. «Гадоль ли бэгарбэ ми баит ахер» – «больше намного», чем другой дом. «Гадоль бэгарбэ ми баит ахер». «Яфа бимат мэйша ахерет». «Красивее немного, чем другая женщина». «Яфа бимат мэйша ахерет». Вместо слов «бэгарбэ» и «бимат» могут употребляться числительные с предлогом «бэ». Например, «Гадоль бэйстрим ахузим ми баит ахер» – «больше на 20%», чем другой дом. «Гадоль бэйстрим ахузим ми баит ахер». «Гадоль бэйстрим ахер». Продолжение следует...